Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Холанский, это мое новое шоу Бич-закупка. В этом шоу мы попробуем бороться с кризисом вместе и найти те места в Петербурге, где можно выжить буквально на тысячу рублей. В этот раз я взял с собой ровную тысячу, ни больше, ни меньше, и я попытаюсь закупить продуктов хотя бы для двух человек. Ну, предположим, на неделю. Для этого мы приехали в культовое место, универмаг народный. Многие в Санкт-Петербурге знают его как самую большую бичовню и место скопления бабушек со всего города. Потому что здесь в свое время можно было купить картошку по 3 рубля за килограмм или что-то такое. Но здесь очень много просроченного, некачественного товара, поэтому нужно смотреть в оба. И этому, собственно говоря, скиллу и умению бич-закупки я и собираюсь вас научить. Если вам понравится проект, не забудьте поставить лайк под видео, а мы отправляемся внутрь. К сожалению, там не очень приветливый персонал, поэтому камеру придется превратить в скрытую. Отправляемся искать тележку? Отправляемся. Да кого-то, бери телегу. Ты хочешь корзинку? Нет, зачем телегу возьму? Да и все. Хорошо, ты можешь исти ее, а я буду как бы исти тебя и наставлять. Ты хорошо в уме считаешь? Ну так, в принципе, да. Ну так, в принципе, кто угодно считает. Хорошо. Нет человека, который закончил бы седьмой класс и в принципе не умел бы. Окей, хорошо считаю вы умеет. Хорошо, тогда нам нужно всегда помнить от тысячи рублей, которые у нас с тобой, потому что иначе мы можем попасть в неудобную ситуацию на кассе. С чего начнем, Юра? Я думаю, что с того, чтобы осмотреться. Так, что у нас тут? Смотри, какая отличная шоколадка за 79 рублей, но с другой стороны, входит ли шоколад в жизненно необходимый перечень продуктов? В американскую армию входит? Ну, в американской армии они в задницу трахаются друг с другом, поэтому... Так, майский чай из крупного листа один из лучших. Это все сейчас любят пить в пакетиках. В этом, на самом деле, майский чай это вкус детства, вкус старости, вкус... Вкус старости? Ну, типа, знаешь, мне всегда в голове бабушка и ребенок, которые, типа, вместе сидят и пьют чаек. С чаем надо конфетки? Да, да, потому что без сладостей. Чай как-то так. Только надо карамельки, как говорил Тесак. Я хотел, знаешь, не, я хотел вафельный торт. Такой классический, как вот, ну... Я понял. Ладно, ну посмотрим, что вафельный торт должен... О! Вафельный торт. Вафельный торт, как не так кажется, вот. Так, теперь... А ты на сроки не будешь смотреть, нет? Ну, это же вафельный торт, что там... Я просто вообще не в курсе, а вафли вообще портятся или... Нормально, до мая. Выпьем еще. Так. Так. Давай дальше. Пока у нас меньше 100 рублей. Двадцать восемь девяносто девять. Доченька не с рублей. Да и картошку подошел. Ну, тридцать рублей килограмм. Тридцать рублей килограмм. Когда-то три... Три рубля килограмм был. Вот. Вот это более дешевое. Двадцать... Да, нашел картошку походу. Возьмем немножко. Картошки много. Смотрите, мы прям двигаемся, двигаемся, двигаемся в эту сторону. Так. Юр, там есть еще дешевле. Вон, тринадцать девяносто. Ты подожди, вон за пять девяносто. Протичь. Не, за пять девяносто. Маленькая какая-то. Вот. Пятьдесят восемь рублей. Короче, сто пятьдесят рублей. Этой картошки хватит на два ужина для двух людей, а то и на три, если не заработать. Как-то хорошо бы взять лучка, но это так, знаете. Ах, она... Сахар просыпался. Подожди, а может там... Вон сахар есть, нет? Да, там. Да, вон там сахар полный. Вот там. Ты подожди. Вот сахар. А колорит какой, как на восточном базаре? Так, сахар не все. Тридцать рублей. Тридцать рублей. Два круасса, она за пятнадцать рублей практически. Тридцаточка, да? Да, тридцать. Тридцать, отлично. Подожди, я сбился со счета. Девяносто, тридцать, сто двадцать. Ну, сориентируемся. Их не так много. Растительное масло. Картошка. Маскет для картошки. Чем больше растительного масла, тем вкуснее будет картошка. А поскольку картошка с ней очень... Вот она. А, нерафинированная. На нерафинированном масле картошка получается жирной и вкусной. Или все-таки рафинированная, как ты думаешь? На у каждого свой вкус. Ну, бери, нерафинированное, оно дешевле, да. Поэтому, типа... И кроме того, оно православное, а не Ярославное. Все. Ну, почти. Наша корзина заполнилась почти на триста рублей, Юр. Да, это, ну, конечно, печально. Надо же чего-то... Высший сорт. Чего-то? Говядина, я думаю, тушеный взять. Свинина дешевле. Да? Ну, хорошо. Ну, вообще, свиная тушенка, как мне кажется, не такая клевая, как говядина. Давай посмотрим, тут есть ГОСТ или нет. Зачем? Потому что, если не ГОСТ, а ТУ, то его тушенка, говно. Это... Фак. Нам нужна соль. Мне кажется, здесь тебе продадут не только обычную соль, но и ту самую. Соль для ванн. Миксы, там, все дела. После... Бери дешевле. После... Да-да-да, я хотел сказать, что после такой тушенки. Толкенка самая хорошая. Сок апельсиновый. Он понадобится для того, чтобы взять дешевую водку. Потому что дешевая водка входит в потребительскую корзину, а пить ее без сока практически невозможно. Так, на майонезе все-таки лучше проверить срок годности. Он на краях, нет? Давай, эксперт. Да, эксперт на майонез. Ты у нас, видимо, любишь майонез? Не брезгую. Это дата изготовления? Да. А сколько из хранится майонез? Хранится он... Написано, что 90 суток приобрет. Ну... И что это? Тут больше цифр, чем на дате. Подожди, нет. А, ну 7, 12 и 2014. Да. То есть просрочен. То есть... Блин. Может быть, с провансалем повезет? Давай. Вообще вещь в каком-то майонезе сверху еще. Не, ладно. Находясь в таких местах, стоит стараться выбирать продукты, минимально предрасположенные к отравлению. Молоко тоже достаточно. Опасный продукт. Не, не, не. Интересный вариант, можно сказать, для того, чтобы спитаться. То есть можно взять хлопья в каких-нибудь бичоках, пару упаковок молока, там буквально, не знаю, пару литров, и жить на этом, по крайней мере, пару... Я нашел макароны, Юр. Макароны, отлично. Ты хочешь прям спагетти? Да, макаронов нужно побольше. 75. Это основное питание. 75. У нас почти 450 рублей. Да, почти 450. Ну ладно. Соль. Соль. 30 рублей. Лидированная, не лидированная, экстра мелкая. Меня устраивает. Ты лидишь поменьше. О, отлично. А он не это. Его не достать, наверное. Длиннозерный, за 43, еще и полезный. Я слышал, что всякие выпендрежные продукты полезнее, чем обычные. Мы набрали почти на 500 рублей. Почти на 500? Без 10 или без 20 рублей на 500. Ну хорошо, это точно. Почти перевалили экватор. Можно было, Юра, макарон взять вот таких, прям кулек такой. Не-не-не-не-не. Все-таки... Ну и не совсем бичи, да? Не-не-не-не. Ну, просто такие макароны неудобно варить. Вот чем здесь мы берем, типа, ну, не просто для того, чтобы для галки поставить, там, что можно купить того-то того же, а для того, что есть реальные типовозные дела. И большинство людей, у которых всего 1000 рублей, они не работают. Поэтому у них всего 1000 рублей. А если они не работают, значит, они не помнят сложной варке макарон или что-то такое. Сырки глазированные. Профессиональная закуска алкаши. Советский детский наш. Когда бухали, ничего кроме водки не брали, добавляли к ней сырок. А они, знаете, толстый закусоник. Сырок он насыщает. Это и для завтрака, поверьте, и для холодника. Колбасное изделие? Да. Опять, и колбаса тоже отличный выход. Но колбасу все-таки я бы не стал брать здесь. Колбаса это такой... Она и так сама по себе, не пойми, из чего делается. А здесь-то тем более. Да, да, да. А майонез, например? А майонез, ну, посмотри, какую-нибудь. Вода, например. А мы ее и смотрели, да? Нет, мы смотрели Провансаль. Слобода. Вот, смотри, вот этот свежий. 0,2, 0,4, 15. О, 0,3, 15. А замечательно возьмем. Это еще 60. Майонезик появился. Майонезик, мужик, каждое блюдо считается за два. Юра, а мы не успеем водку купить. Как это? 22,16. Блин, то есть у нас сегодня безалкогольный бич-зак получается? Блин, ну ты прям, конечно... Вот, мы подходим к святая святых. Быстрое приготовление. Конечно, это очень вредно и полезнее всего, ну, действительно, варить, готовить, делать самому, но не всегда получается. Поэтому здесь у нас есть два выбора. Либо со всеми, я думаю, в Бичовске где-то там вида лапши, либо лапша подороже, но со своей тарой. Здесь плюсы, не нужно мыть посуду, не нужно ни о чем думать. Смотри, я первый раз вижу такие супы. Да, это обычные супы. Его, кстати, очень легко готовить, и можно взять парочку таких. Вот суп, например. Суп это на 4 порции. Ты берешь его просто в воду насыпаешь и варишь. То есть это как дать, как быстрого приготовления, только не самого быстрого. Так, что у нас тут? Дошираки. Дорый добрый доширак. 26 рублей уже, 26 рублей за... Я помню, раньше был лапша, 3 рубля, 3,50. Это же, прикинь, бомжи могли молиться на всякую Александру и Софию горячий обед за 3,50. 3,50. Пошел, лапши. Так, 27, ну что, я думаю, пару лапши не получает. Давай, по классике. Доширака. Знаешь, все-таки для двух взрослых человек ракцион. Поэтому дошираки могут пригодиться. Кто-то опаздывает на работу, на пару, экзамен, едет куда-то в поход, задержался. Дошираки это будет. По моим подсчетам, мы порядка... С калаткой. Так и быть. С фольгой? Включим их, конечно. Еще минералочки купим. Включим в рацион. Мы набрали уже на 700, как мне кажется, рублей, если я со счета не сбился. Ну, видишь, как безалкогольность, она дополнила, значит, и вот. Блин, смотри, какая хорошая тушенка. Прям получше выглядит, чем та, что мы взяли. Даже не знаю, не знаю. Собок, консервы, мясные. Название это прям... Сделано в СССР. В СССР. А, как в СССР. Смотри, какая печать липова сделана, как в СССР. Ну, как в СССР нам не надо, ах... А, они там были, в начале? Да? Да. Сейчас я бы схвачил. Вот это, я понимаю, 20-90 за крабовые палки. Теперь нужен хлеб. Много хлеба. Некоторые покупают мало хлеба для того, чтобы всегда есть свежий хлеб. Ничтожные петухи. Да, покупайте много хлеба. Покупайте хлеб в морозилке, чтобы он не плесневел. Он так, черт, пейс быстрее. Вы можете размочить его водой, поставить микроволновку, и он снова не станет, черт. А? Молока тогда надо хлопить? Да, наверное, нужно молока. Ну, все-таки, вот здесь к нему возьмем молочка. Потому что хлопья это, блин. У нас осталось, понимаешь, балансировать, как бы, между вредной едой и полезной пищей. У нас осталось примерно 200 рублей, Юра. И... И нам надо еще взять молоко, и что там ты еще хотел? Так, посмотрим. Дата производства 10 апреля. Годен до 7-го... 10-го. Нифига себе, столько молоко хранит? 6 месяцев? Что это за чудо молоко? Так, большую пачку или маленькую? Да тебе хватит и маленькой. Ну, смотри, вот целая упаковка. Наверное, все-таки большую, потому что на маленькой не хватит на все эти хлопья. Да? Большая часть этого... Окей. Значит, у нас осталось где-то сутка. Он этот был легендарный ботон, когда этот... Народ просто стоял вокруг и тянулся руками. Это не у меня. Я понял. Это добавляет атмосфер. 14. Ну, самый простенький, да? Возьми парочку. Ну, парочки даже мало. Вот там тут нарезки. А ты хочешь не нарезки? Да. Зачем переплачивать за нарезки? А, не в нарезки, 19 рублей. Да ладно. Ну, видишь, вон, ценят 19 рублей. Вон, 16 без нарезки. Ну, все дороже. Да, ладно. Ну, раз, нарезки, так и надо. Я, правда, не знаю, на каком этапе технологического процесса продавать нарезанный хлеб становится выгоднее, чем мне нарезанный. Пельмени питерские. Вот питерские надо взять. Вот, пельмени классические. Равиола. Где? Хороший вопрос. Как я уже говорил. Пельмени с укропом. Шутка сама так и просится. Вот они, пельмени. Вот они как. Вот это, я понимаю, упаковка для пельменей. И со вкусом. Нам даже... С вкусом, я уверен, с собачкой или что-нибудь такое. Ну, пойдем. Как говорится, не спрашивай еды, откуда она пришла. Надеюсь, что это не социальная очередь. Пожалуйста, пожалуйста. А, тут вторая касса, смотри. Да, мы как-то типа не догадались. Так мы сейчас сюда встанем тогда? Ну. А вот здесь я углу. Какая схема, касса спрятана за углом. Только если ты знаешь и веришь в то, что она там, ты можешь туда попасть. Прямо как платформа, платформа 9,3,4. Хорошо, следи, чтобы за нами не вставали. Мы еще и последние. Мы преуспели сегодня. А выглядит, кстати, достаточно внушительно. Такое прямо. Сейчас там бац, на три косаря. Как в ленте, знаешь. Затарились. Упс. Не, попрошу остановиться. На тысячи? Да-да-да-да, знаешь, как в этих телешоу. Берете деньги или играем дальше? Или идем до следующей несгораемой суммы? Да нет, пожалуй, деньги. Да, два. Продвинешь вперед? Да, давай. Ох, тут сложно. Возвлекайся. И, пожалуйста, остановите, если тысячу перешагнет. Напряженный момент, Андрей. Дорослайвся. Ты бы сразу в пакетах вкладывал? Да выкатимся, там сложим уже. Возле тачки. Что сейчас-то не напрягаться? Так, охота. В рамках бюджета. Картошку у нас не вкладывают на ленту. Все, тебе пробили картошку. Да? Я же думала, ты икра такая. Одна из подарочной. Хе-хе-хе-хе. Что нам кажется? Что, кто сам и сколько? 950. А молоко дороже? А молоко дороже, да. Давайте туалет на бумагу и что тогда? Майонез, наверное Эх, 1011 У тебя есть мелочь? Давай, доставай Все-таки не стоило брать шоколадки Это все твоя дебильная идея Ну, естественно Шоколад необходим людям Люди прекрасно живут без шоколада А зачем ты взял три пачки макарон? Потому что макароны полезные Ну, типа не полезные, если ты на диете А полезные, если тебе есть нечего Да нет, картошку так можно взять Там ручка-то есть Ну что, получилось так Сколько по килограмм у меня есть? Конечно, такие расходы Как соль, сахар, они в принципе одноразовые То есть в следующий раз Если вы будете что-то закупать, я не думаю, что вы истратите соль Ну да, смотри Я типа развернулся из-за того, что мы не взяли бутылку водки И решил взять вот всякую такую круассаны на утро Это вот в чем ошибка Элитная Элитная В этот раз у нас не очень получилось бич закупки Держи, возьми чек Чтобы было потом Да-да-да, чек можно Продемонстрировать Вот, все Все наши позиции Все, что мы взяли Осталось теперь прожить эту неделю Эксперимент ради На всем этом Прикинь, через неделю мы в Буткинской области Ну и что, друзья? Мы выжили Да, мы выжили и вышли отсюда живыми и даже с продуктами Миф, как так сказать, подтвержден или не разрушен Все в порядке Пока еще существуют места, где действительно можно закупиться на 1000 рублей Если вам понравился проект 1000 закупка Мы можем проводить тематические выпуски По типу Как закупиться на день рождения за полторы тысячи Как закупиться на свидание с телкой за 700 рублей Или что-нибудь такое Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк под этим видео И подписывайтесь на канал С вами был Юрий Хованский Мой верный GoPro компаньон Андрей Федотов Всего вам доброго, друзья И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok